Церковь Живой Поток Тема проповеди называется «Признаки доверия Богу». Признаки или процесс доверия Богу. Мы, верующие люди, называемся потому верующими, потому что мы верим в Бога, мы этим выражаем, что мы доверяем Богу, уповаем на Бога. Но вы знаете, что иногда бывает так, что мы вроде бы понимаем разумом, умом, что нам правильно, нам надо доверять Богу. Но на практике не получается. И вроде бы и хочется доверять Богу, а все равно оно как-то переживается и не получается доверять Богу. Вот где же вот этот процесс, в чем он заключается? Поговорим немножко об этом. И о трех таких признаках. Три пункта у нас будет сегодня, которые нам самим свидетельствуют о том, что я Богу доверяю. Ведь я думаю, если взять, что большинство слушающих сегодня в зале верит и доверяет Богу и уверены в том, что они доверяют Богу, на этих трех пунктах мы можем проверить, насколько это по-настоящему правда или нет. И если у нас не получается на практике доверять Богу, то я вижу в Библии, что есть моменты, которым нам нужно учиться. Например, в Библии написано, Павел говорит, я научился быть довольным. Хорошее очень качество, с такими людьми очень легко жить и работать. Но этому человек научился, он не сразу стал довольным. Потом написано еще и с Давидом, говорит, благо мне, что я пострадал, я научился. Кто помнит, что дальше написано? Он научился соблюдать уставы Господни. То есть был какой-то процесс, он учился. Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Интересный вопрос, как это быть смиренным сердцем? Как это выглядит на практике? Но подчеркиваю слово снова научился. Вот есть процессы, которым нужно учиться. И вот почему мы с вами сегодня вникаем в слово Божье, чтобы снова же научиться. И первый пункт признака доверия Богу, он называется очень просто. Надежда на Бога равно тишина или покой. Это надежда на Бога. И если мы надеемся на Бога, то это производит в нас тишину и покой. И прочитаем с вами историю из Библии, которая записана в Исаии 30 глава с 1 по 2 стих. И там написано так. Контекст этой истории, которая записана в Исаии 30 глава, заключается в том, что израильский народ постигла беда. На них наступает войско, армия сириан. И они, израильтяне, бегут за помощью не к Богу, а в Египет к фараону. Нанимают там лошадей, колесниц, армию, платят им деньги. И за это Бог называет своих, своих, свой народ называет, они непокорные сыны. Вопрос, почему их так Бог называет? Своих, любимых, говорит, вы непокорные, непослушные. Несколько причин, которые сказаны уже в этом же стихе. Первое здесь подчеркивается, что они не спрашивают совета у Бога. Второе, они решают свои проблемы сами, своим методом, своими силами. И дальше написано в Библии, не моим духом. То есть руководствуются каким-то другим духом. Значит, есть варианты, как или какой дух может нами руководить. И если это неправильно, то Бог говорит и называет свой народ, вы непокорные. Нам людям сегодня на земле важно привыкнуть именно спрашивать совета у Бога, не только когда мы попадаем в проблемы, а в любой обеденной, ежедневной жизни, в вопросе финансов, бизнеса, планов, решений и так далее. Когда нас наступает, приходит в нашу жизнь суета, паника, такая вот нервозность, и при этом мы как-то теряемся и возлагаем свою надежду на человека, то первое, что мы теряем, это тишину и покой. И оно как-то нас уводит от этой надежды от Бога. И в этой же главе, Исаии 30 глава 15 стих, говорит Бог следующее. «Так говорит Господь Бог, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы». И дальше подчеркнуто «в тишине и уповании крепость ваша». И самое хуже написано в конце. «Но вы не захотели». Хочется сразу сказать, но это они не захотели. Это их проблемы, они виноваты, неправильно. Мы хотим. Но здесь Библия описывает, что наше упование, именно надежда на Бога, она связана с тишиной. В тишине и уповании. Вот как израильский народ там суетился, бегал, сам решал, возлагал свои надежды на свои варианты, на людей, так же бываем и мы в нашей жизни, так же теряемся, суетимся и теряем вот эту тишину. Вы знаете, что здесь идет речь о внутренней тишине. «Quietness» написано по-английски, еврейское слово. Я смотрел значение, где написано, что это «Peace, undisturbed life, secure and quiet lifestyle». Это такой внутренний покой, который не имеет тревог, вот этой раздражительности, чувства переживает безопасности. И об этом внутреннем состоянии именно и говорит Бог о тишине внутри. Если мы почитаем новый перевод этого же стиха, там написана еще одна интересная мысль. Там сказано, что ваше спасение в покаянии и в покое. Ваша сила в надежде и тишине. К этой тишине еще представлено слово «покаяние». А в английской Библии написано «returning», то есть возврат к чему-то прежнему, правильному или потерянному. Покаяние или возврат к правильной точке тоже влияет на покой или наше какое-то тишину внутреннюю и доверие Богу. Интересно, что об этой же тишине написано еще в Псалме 22. Этого нету на слайдах, но я думаю, что вы все помните, где сказано, Псалом 22, первый стих, «Господь, пастырь мой, потому что Он пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, потому что Он пастырь мой, Он водит меня на злачные пажитии». И смотрите, «И потому что Он пастырь мой, Он водит меня к водам каким? Тихим, снова, снова. Вот эта же нить, эта же мысль – тишина. Тишина, но внутренняя тишина. Внутренний покой, внутренний в духе тишина. Признак, символ доверия Богу. Или как доказательство того, что мы Богу доверяем. И еще одно интересное место из Нового Завета, первая книга Петра, первое послание Петра, третья глава, четвертый стих, говорится о женщине. Стих перед этим говорится об украшениях. Это место часто читают на свадьбах. Написано, «Но сокровенного сердца человек, нетленной красоты, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Часто, когда мы слышим это место из Библии во время сочетания на свадьбе, мы, наверное, чаще всего это понимаем, что это значит, что лучше, лучше, чтобы женщина или молчала, или лучше, чтобы женщина была такая тихая, скромная, чтобы она как-то обращала внимание на свой язык, использовала его правильно и вовремя. И это, с одной стороны, правда. И так, я думаю, можно видеть и понимать вот это местописание. Но здесь говорится о тишине в духе. Снова, видите, повторяется эта же мысль тишины, драгоценность. Именно она, которая кроткая и молчаливого духа. А как же можно узнать, есть ли она молчаливого духа или нет? Ну, можно сказать так. Ну, если она молчит, значит, она молчаливого духа. Но я думаю, что взрослые люди понимают, что бывает так, что она до свадьбы молчит. Правда? А после свадьбы не молчит. А дух же вроде бы у нее же там не поменялся за неделю. Так в чем же проблема? Оказывается, здесь, возможно, идет речь не только о том, что человек говорит. Не имеется в виду только физическая громкость голоса. Человек молчит или говорит. А здесь также имеется в виду покой внутренний в духе. В духе. Именно внутренний покой кроткого и молчаливого духа. Ведь правда, это не имеется в виду, что она обиделась, надулась и молчит неделю. А вы спрашиваете, а что ты молчишь? Она говорит, 1 Петра 3,4. Я молчаливого духа. Значит, здесь идет речь не только, правда, о молчании, когда нету звука. Здесь идет речь немножко о другом, чем-то о глубоком, о внутреннем правильном состоянии. Когда внутри покой и тишина. Это, я думаю, относится и так же и к мужчинам. Внутренний покой. Господь, пастор, ведет к водам тихим. Господь говорит, я Бог Израилев в тишине и уповании. В тишине внутри. Ведь можно внутри ничего не говорить, но внутри в духе и рычать, и кричать, правда? Только культурно пока молчать. Вопрос внутри. Вот почему вот здесь вот внутренний покой и тишина это признак, это доказательство, что человек в правильном состоянии и человек доверяет Господу Богу. И вот именно вот эта внутренняя тишина написана в Библии, если вы читаете последнее подчеркнутое слово, это пред Богом ценно. Драгоценно. Ценится не только в глазах людей, в глазах Бога. Это то, что ценно. Когда человек, у него внутри тишина, покой. Внутренняя тишина и покой. Итак, первый пункт доказательства или признака доверия Богу это тишина внутри, в сердце. Следующий, номер два пункт, это надежда на Бога равно сила. Доверие Богу производит в нас силу, дает нам силу. Не имеется в виду физическую силу, но именно внутреннюю силу вынести, выдержать, пройти то, что мы проходим. Об этом написано в Библии. Это же глава, Исаия 30 глава, 15 стих. Обратим внимание с вами на один штрих, который мы уже с вами читали. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. То есть на месте. Не обязательно менять штат, менять церковь, не обязательно менять работу или дом. Оставаясь на месте. То есть покой зависит не от переменной места жительства или еще людей перестановки. Покой от Бога он внутри. Оставаясь на месте и в покое. Простите. В тишине и уповании крепость ваша. Крепость по-другому сила. Прочитаем еще. Значит, по-английски написано. В тишине и в уверенности твоя сила. В другом переводе написано. Ваша сила в надежде и тишине. В чем сила? В надежде и тишине. Значит, давайте будем рассуждать, а где нет силы или где она теряется. Когда тишина уходит и надежда на Бога, естественно, уходит, тогда и сила наша пропадает. Интересно. Крепость наша в уповании и в тишине. Еще одно местописание, которое тоже всем нам знакомо. Исаии, 40 глава. С 30 по 31 стих. Написано тоже о надежде на Бога. И написано. Утомляются юноши и ослабевают. Молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Мы с вами говорим, что второй признак надежды на Бога это прилив силы. Человек, который на Бога надеется, он в этой надежде, в нем производится, он получает силу от Бога. И здесь написано, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Давайте с вами попробуем порассуждать над вот этими тремя словами. Надеющиеся обновятся в силе. Первый вывод, что обновиться может только то, что существовало раньше. Правда? Если мы говорим, я обновил что-то в своем доме, это имеется в виду, уже у вас оно было, оно как-то износилось, постарело, и вы его заменили и обновили. Когда мы обновили резину на своей машине, означает, что она была, она просто износилась, и вы ее обновили. Когда мы говорим о надежде на Бога, которая обновилась, значит, первый вывод, значит, она там была. Правда, невозможно обновить того, чего никогда не существовало. Его можно только родить или произвести заново на свет. Вторая мысль. Надеющиеся на Господа обновятся, значит, они надеялись на Господа, и, возможно, на каком-то этапе, в какой-то период их надежда либо сильно ослабела, либо вообще исчезла, и им нужно обновление. Значит, надеяться правильно, обновлять периодически необходимо. И здесь написано, что в надежде на Бога сила, это дает нам и обновление происходит через надежду на Бога. И вопрос здесь очень тонкий. На какой-то ступени, на каком-то этапе что-то должно произойти в нашем разуме, сердце настолько, что мы должны ощутить точный прилив сил от Бога. Подкрепление в вере и надежде. И если мы думаем и верим, что мы на Бога надеемся, и вроде бы мы согласны, теория, все, да у нас и других вариантов нету, в нашей ситуации нам только на Бога нужно надеяться, но на практике мы видим, не работает, не получается, тревога не уходит. и здесь нам Библия показывает вот этот процесс, что силу мы получаем в надежде на Бога. Именно в надежде. И значит теперь нам нужно с самим собой разобраться, какой этап, какая ступень, какой процесс должен произойти, чтобы я это пережил, почувствовал, если я этому слову верю, что в надежде на Бога мы обретаем силу. Ваша крепость в уповании, в тишине и уповании, крепость ваша, сила. Сила ваша в надежде на Бога, надеющиеся на Господа обновяться в чем? В силе. В силе. Оказывается, чтобы на Бога надеяться, нужна сила внутренняя. И сегодня мы с вами подходим к третьему пункту. Признаки надежды на Бога. Надежда на Бога равно последствия праведности. Признак производит надежду на Бога наша праведность. Очень интересный пункт, очень интересная мысль. Я уверен, у вас у многих вопросы, как это. Давайте мы с вами вместе почитаем из Библии. Исайя 32, 17 стих. Исайя 32, 17 стих. И делом правды будет мир. И плодом правосудия будет спокойствие и безопасность вовеки. По-английски Праведность принесет тебе мир. И снова покой и уверенность. Видите, как снова покой связан связан с надеждой на Бога. Новый русский перевод там написано так. Плод, плодом праведности будет мир. В синодальном сказано делом правды. Смысл не меняется. Плодом, результатом праведности твоей будет мир или по-другому покой. Твой покой, твой мир. Твоя надежда. Очень интересно, как праведность наша связана с нашим внутренним миром и покоем. Оказывается, что это влияет на нашу надежду, упование на Бога. на наше дерзновение. Это вы знаете, все равно, что я помню, как мой сын как-то пришел ко мне и что-то у меня просил. Я даже не помню, что он просил, но я запомнил, что как он просил. Он просил у меня что-то и не смотрел мне в глаза. И как-то терял мысли, сбивался, что-то там ковырялся, суетился, как-то так возле дверей и так заглядывал, что-то говорил. Ну и потом я у жены узнал, что сын натворил. И потом я понял, почему у сыночка не было дерзновения, не было вот этого внутреннего покоя такого, чтобы прийти так смело, в тишине, так уверенно, потому что не слушал то, что папа говорил, не слушал, не выполнял. Вот так иногда бывает, может быть, и у нас, когда мы приходим к Богу и понимаем, что мы, ну, у нас дерзновения нету, нету дерзновения к Богу что-то просить, получать. Мы чувствуем себя недостойными, иногда грешными, виноватыми, и это влияет на наш, и на покой, и на мир, и на наше дерзновение к Богу. А написано плод праведности мир. Результат, последствия твоей правильной, праведной христианской жизни это покой. И в этом и есть твое выражение, твоего доверия на Бога. И сегодня у нас у всех есть возможность проанализировать нашу жизнь, нашу, праведность, насколько это влияет на наши молитвы, на нашу просьбу к Богу и на наш внутренний покой. Несколько примеров праведников из Библии. Вы знаете, что Христос во время шторма спал. вы понимаете, о какой тишине идет речь? Вокруг же вообще не тихо. Там и крики, и вопли, и волны, шум этого океана или озера. Петр, который был двумя солдатами прикован цепями, тоже спал. Иногда мы без цепей и без охраны вокруг не спим, правда? Он спал. Хотя, возможно, это была последняя ночь. Внутренний покой. Вспоминаю мой папа, когда заболел, диагноз у него был лейкемия, рак крови. Я удивлялся больше всего это его спокойствию. Его спокойствию. Вот кто его знает, кто приходил к нему на посещение во время его болезни, вы не видели ни в глазах, ни в поведении паники, такой суеты, такой раздраженности, такой где-то человек метается, вот видно, что он неспокоен внутри. Нет, наоборот, такой полный покой внутри. И я был свидетелем, что ему врачи только не говорили. Что ему в глаза говорили самые страшные вещи. Я иногда терялся переводить, не переводить, но сколько тебе осталось жить, самые хуже прогнозы, все ему говорили в лицо. Так спокойно выслушает, спокойно выслушает. Один раз только помню мне сказал, ты знаешь, Богдан, на Украине нам такого врачи не говорили в глаза. Да, в Америке говорят. И вот это внутренний покой, внутренний покой, вот это доказательство, вот это свидетельство доверия Богу. И вот здесь, на таких примерах, я вижу, что там у него с праведностью все было нормально. Потому что написано в Библии плод праведности мир. Я думаю, вы также все внимательно наблюдаете, помним мы наших братьев, сестер наших, Владимир Дуденков, Неля Ченкова, которые тоже сейчас болеют, но я со стороны не замечаю в них вот паники, страха, такого беспокойства, суеты, вот этого такого метания. Там внутри тишина, и мы как-то все понимаем, там с праведностью все нормально. Плод, написано в Библии, дела, делом правды это будет мир и покой. Это наши признаки, что мы Богу доверяем. Иногда мы можем сами себя уговаривать, я Богу доверяю. Но ты можешь сам себя уговорить. Главное, чтобы признаки вот эти сходились. Тишина, покой в духе и праведность как последствия это покой и надежда на Бога. В английской Библии написано, что плодом праведности будет мир. Несколько переводов написано эффект of righteousness, то есть влияние праведности. Дальше написано результат of righteousness, результат праведности будет покой и мир, quietness and trust. Это не будет просто такая тишина депрессивная, но наоборот это будет тишина уверенная, как написано по-английски quietness and confidence. Confidence. Уверенность. Уверенность в Боге. Вы знаете, что у вас, наверное, возникает вопрос, но если плод праведности это мир и покой, а он не очень сейчас нужен, тогда, пожалуйста, скажите, как же ее иметь? Эту праведность и как же стать праведным? Что сделать? Два совета. Первый. Читаем с вами 2 Тимофея 3 глава 16 по 17 стих. Там написано так. Все Писание Богом вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. По-английски именно здесь написано righteousness, праведность. О чем мы сейчас пытаемся с вами разобраться? Плод праведности это мир. И мы пытаемся понять, как же нам добавить этой праведности, чтобы иметь больше этого мира. И Библия говорит, что Слово Божье, Библия, оно настолько полезно, что оно для нас полезно, чтобы нас и научить, оно может нас и обличить. Именно Слово Божье может нас исправить, когда другие уже пытаются годами исправить и не могут нас исправить. Но влияние Слова Божьего может исправить. И дальше написано для наставления в праведности. Вот оно наставляет. По-английски написано to instruct, то есть тебя научить, проинструктировать, обучить жить праведно по его заповедям. И дальше 17 стих написано да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Слово Божье имеет в себе все необходимое и такое влияние, что может подводить человека вот к этому состоянию совершенства. Представьте себе, какая сила, какой концентрат полезных ингредиентов сосредоточен в Библии, чтобы повлиять именно так на человека, чтобы и исправить, и научить, и обличить, и даже научить жить праведно, и написано и будет или да будет этот человек Божий, он может стать совершенным. Именно King James перевод и также и говорит that the man of God may be perfect. Вы замечали иногда, что вот бывает на человека смотришь и кажется он совершенный. идеальный. Иногда вот даже в ваших близких, родных бывают моменты, когда они просто кажутся идеальны. Проблема только что ненадолго. Правда? Вот пока человек находится под влиянием Слова Божьего, Слово Библии настолько может влиять на человека, что человек спокойный, правильно реагирует, в нем есть и прощение, и любовь, и нету сплетен, и бунта. Вот представьте, что человек читает Библию, сидит и уже час читает, второй читает, или поехал на конференцию, где неделя идет, конференция, и тебя там питают Словом Божьим утром, днем, вечером, ты просыпаешься, засыпаешь, тебя питают, влияние Слова Божьего на тебя такое большое, и тут тебе раз такой сюрприз плохой, и плохая новость. Если ты вот в таком состоянии под вот этим вот влиянием Библии и Слова Божьего, то Библия говорит, она тебя направляет к состоянию такого вот, да будет совершен Божий человек, возможно, вполне, что в тот момент ты отреагируешь очень спокойно и правильно, возможно. Потому что ты находишься вот под этим влиянием Слова Божьего, твой разум заполнен настолько этим. Вот вы же, ну, наверное, редко, да, человек читает Библию час, и потом вы как-то, ну, попытались его достать, и он тут как рубанул тебя, ну, исключения бывают, но в основном как-то человек, он пропитывается этими, оно как-то влияет на его реакцию. и интересно, что и сегодня в конце этого местописания еще написана одна интересная мысль. По-русски написано, да будет совершен человек и будет к делу доброму приготовлен, а по-английски написано, чтобы этот человек would be equipped, то есть снаряжен, или еще в другом переводе написано complete, equipped for every good work, чтобы он был снаряжен и приготовлен. Оказывается, что к добрым, правильным делам Библия говорит, что тоже нужно готовиться и тоже нужно быть готовым и если мы вернемся к слову праведность и righteousness, то в одном из английских переводов у вас на экране видно, что там говорится тоже training in righteousness. Training. Этому тоже, возможно, можно как-то учиться, в этом пребывать, стремиться и в итоге это влияет на нас. Но наша главная мысль из этого местописания, которую мы делаем вывод, это мы с вами задавались вопросом, как же вот эту праведность в себе повысить, иметь. И Библия вот говорит нам, слово Божье это первый вариант и выход. Слово Божье в нашей жизни, оно поможет нам и с праведностью нашей, и поможет повлиять и направить нас на правильный путь. Именно слово Божье, оно написано полезно для наставления или обучения нас в праведности. А плод праведности мир. Вы знаете, я не знаю почему, но возможно вы с этим сталкивались, что часто люди, которые переживают особое волнение, особое волнение, они могут немало молиться, но они мало читают Библию. именно в тот сезон. Повторю, они могут немало молиться и много просят других молиться, но мало читают Библию именно в тот сезон. А Библия говорит, что это полезно и еще одно подтверждение этой же мысли, что это влияет на твой покой и мир, написано Псалом 93, с 12 по 13 стих. Там написано так, блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему что? Покой. Когда? В бедственные дни. Снова покой и слово его влияет на наш покой. Значит, когда трудновато, вот именно тогда стоит читать Библию больше и чаще и регулярно, потому что это влияет на нас. И заметьте, что в конце этого стиха, который мы читали перед этим, что оно, Тимофея мы читали, что оно должно приготовить нас к доброму делу. Конечная все равно цель Бога всегда приготовит нас к активному действию кому-то другому, а не фокусироваться на себе. Мы об этом уже с вами в церкви говорили. Здесь просто повторяются одни и те же мысли, которые снова нас направляют на действие. блажен человек или благословен, которого Бог вразумляет словом, наставляешь ты словом или законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Римлянам 14 глава 17 стих написано, ибо царствие Божие, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Заметьте, что здесь праведность и мир тоже связаны. праведность и мир. Оказывается, что мир и праведность как-то имеют какое-то влияние друг на друга. Вот почему мы задаемся с вами этим вопросом, что праведный человек, он имеет вот этот внутренний мир и покой. А другая ситуация, Исаии 57 глава 20 стих написано, а нечестивый или грешный, он как море взволнованное, которое не может успокоиться, не может успокоиться, не может, нечестивый, не может успокоиться, хотя и хочет, и которого воды выбрасывают ил и грязь. на что это похоже? Человек, который говорит, который неспокоен внутри, и он выбрасывает, Библия говорит, ил и грязь. Сравнение с чем-то таким, ну, грязным, неприятным, хорошим, нехорошим, которое выражается через наши слова. Вот почему нам важно помнить, что праведность, она важна и цена в глазах Бога и на нас, нам это помогает. В нашей надежде на Бога это дает нам плод, как плод праведности мир и покой. И второй совет, как я уже говорил в начале, второй совет, как же обрести эту праведность, как стать более праведным, об этом тоже написано в Библии Филиппийцам 3 глава 9 стих. И найтись нам в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру в Христа, с праведностью от Бога по вере, здесь тоже очень интересно. Значит, первый совет, что может повлиять? Ну, конечно, наше решение, у нас есть свобода выбора, воли, которую Бог нам дал, мы выбираем, как нам жить, мы ответственны за наше решение, и мы должны, конечно, стремиться к тому, чтобы жить правильно, правильно. потом я еще читал, что Слово Божье, оно влияет, наставляет нас в праведности, а третье, здесь написано о том, что праведность от Бога по вере. видите, что оказывается, что мы, как люди несовершенные в нашей греховной природе, мы иногда не можем сами, себя, или только благодаря нашим собственным усилиям добиться этой праведности. сколько мы бы не обещали, что я не буду больше это делать, не буду больше так говорить, грешить, иногда мы все равно снова согрешаем. И, кажется, всю жизнь стремиться к этой праведности и никогда не можешь с уверенностью сказать, так иногда мы думаем, виновата. А Библия здесь показывает нам еще вот эту грань, что наша праведность, мы ее также обретаем по вере в Христа Иисуса. Праведность от Бога, а плод праведности мир. И видите, как все снова сходится к этой же точке, которая называется вера. Вера. Написано, праведность от Бога по вере. Все, что нам нужно сделать, это прийти ко Христу и сказать, Господь, у меня с тишиной давно за ней скучаю. Внутренней тишиной. Господь молилась, честно говоря, и дерзновения сильно нету. И за ропот прости, и за то прости, Господь, не знаю, если я вообще достойно, заслужила ли я Твоего вот этого благоволения и милости ко мне. если слово говорит плод праведности и покой, а у меня с праведностью не все в порядке, значит, мне покой только снится. Вот почему сегодня ты можешь это все обрести только благодаря вере в Христа Иисуса. ваша праведность от Бога по вере. Когда мы к Нему приходим, когда мы понимаем свою беспомощность, когда мы осознаем свою неправедность и что мы сами не можем с этим справиться, мы приходим ко Христу Иисусу и говорим Христос Я верую и принимаю, что ты за меня умер. Ты меня прощаешь и как плод вот этой праведности в тебе через тебя Христос, потому что я в тебя верю, тебя принимаю и обретаю вот этот плод праведности и мира. Исайя 26 глава со 2 по 4 стих написано Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Дальше Твердого Духа ты хранишь в совершенном мире. Заметьте, здесь идет снова речь о мире и о чем и о праведности. Мир и праведность. И дальше по нашей теме ибо на тебя он уповает. Почему у него есть мир и покой? Потому что там есть и праведность через Христа. Там есть ордость Духа, мир, потому что в другом новом переводе написано потому что он верит тебе. Верит. По-английски написано New King James because he trusts в тебе есть Вот почему там есть мир и покой. Снова праведность, снова мир и покой, ибо на тебя надеются. Сегодня мне хочется сказать, дорогие друзья, сдавайтесь, полностью сдавайтесь. Если еще остались какие-то запасные варианты, вне Бога, сдавайтесь. Не тратьте зря время и силы, все равно вы придете к Богу. Все равно наше утешение и внутренний покой его не продают за деньги, даже в госпитале его не дают внутренний покой и мир. Наша надежда на Бога, но признаки вот этой надежды, если сегодня у нас их нет. Первый признак надежды на Бога у нас на экране это тишина, внутренняя тишина. Второй признак надежды на Бога это сила. Помните, надеющийся обновяться значит должен быть процесс и прилив сил. И третье последствия праведности это плод мира. И это в этой же теме надежды на Бога. И сай 30 15 написано и покаяние в покаянии и покое ваша сила. Ваша сила в надежде и тишине. Поэтому сегодня перед нашей молитвой я хотел бы пригласить всех нас просто побеседовать самим собою проанализировать свое сердце свою внутреннюю тишину свою праведность если нужно прийти к Богу сказать все как есть и попросить чтобы его сила его обновление пришло внутрь нас что мы выбираем на него уповать мы выбираем на него надеяться я если вы чувствуете что у вас не все так как на экране все эти три пункта они не являются признаками вашего упования и доверия Богу идите к Богу молитесь Богу давайте будем молиться Богу сейчас